Здравствуйте, меня зовут Липина Дарья, я участница программы OPR International USA. На данный момент моя программа уже началась, я уже почти два месяца нахожусь здесь, и я бы хотела вам подробнее рассказать о том, как я получала визу в городе Екатеринбург. Собеседование мое было назначено на 10 утра, подошла я туда пораньше, примерно половина десятого или без двадцати десять, потому что там уже собирается очередь, не только вам одним назначают, например, к десяти часам, поэтому желаю вам, советую вам точнее подойти немного пораньше. Далее, вызывают в посольство по два человека, с собой важный момент, ничего не нужно брать, кроме папки с документами. Для чего? Если у вас будут с собой сумки, какие-то рюкзаки, вас просто-напросто не допустят к собеседованию. Ну, как со мной просто заходил мужчина, и у него была с собой сумка, но в сумке ничего, кроме документов, не было. Но ему сказали, если вы сейчас не оставите где-нибудь сумку, то мы вызовем саперов и так далее, и так далее. Поэтому ваше собеседование может сорваться. Поэтому только папка с необходимыми документами. Далее вас досматривают, проходят через металлоискатель, та же самая процедура проходит на втором этаже. После этого вы проходите в зал ожидания своего собеседования. Вас вызывают сначала для того, чтобы включить в очередь. Вы отдаете свою форму DS-2019. Также у меня женщина, которая меня регистрировала, дала мне брошюру с моими правами и обязанностями в США, так как я являюсь участником культурного обмена. Дальше я прошла в зал, сидела, читала брошюру. Через минут 5-7 меня вызвал посол. Я зашла к нему, поздоровалась с ним на английском. Он мне сказал то, что... спросил, точнее, вы говорите на английском. Я ответила да. Дальше наш диалог строился полностью на английском языке. Какие вопросы он мне задавал? Знаю ли я штат, куда я лечу, город, куда я лечу, чем занимается моя хост-фэмили, далее сколько у них детей, чем я буду заниматься с детьми, чем я буду заниматься по приезду из США. Также он мне спросил, была ли я раньше в США. Я ответила, что да, была в таком-то-таком-то штате, в таком-то-таком-то городе, работала официантом. Он сказал, хорошо, ваша виза одобрена, получите ее по почте. Я поблагодарила, вышла из кабинета, взяла свою верхнюю одежду, спустилась вниз на первый этаж, никуда не заглядывая, не оборачиваясь, спустилась вниз, вышла из здания посольства. Что могу вам посоветовать? Ребята, если у вас проходит собеседование в городе Екатеринбург в зимний период, пожалуйста, оденьтесь потеплее, потому что там дубак, и вы можете замерзнуть, потому что я не знаю, от чего я дрожала в здании собеседована, то ли от холода, то ли от стресса, скорее от холода, потому что я очень-очень замерзла. Поэтому советую вам одеться потеплее. Ну и в принципе это все. Рассказала подробно вам, почему? Потому что сама перед собеседованием искала прям подробную-подробную информацию, но не нашла. Поэтому, думаю, моя информация окажется вам полезной. Также содействовали, помогали мне в том, чтобы оформить визу и вообще весь процесс оформления документов по программе УПР Интернешнл московская компания Росперсонал, а в частности Екатерина Жбанова, которая мне оказывала круглосуточную информационную поддержку, так, чтобы я не волновалась, потому что я задавала кучу вопросов нужных, ненужных, конкретных, хотела знать все заранее, что, когда будет и так далее. Поэтому спасибо им огромное. И я наслаждаюсь своим временем пребывания в США по этой программе. Тем, кто хочет принять участие, всем welcome, учитывайте все особенности и всем желаю удачи!